На каждом спуске Друзья, здравствуйте Итак, сегодня мы начинаем такой интересный эфир программы «В джазе только девушки» Потому что хочется подвести своеобразные итоги лета 1 июля, первый раз эта программа стартовала здесь, на волне радио Шансон 104.4 FM Вот так вот, в начале питерского нашего такого вещания И сегодня у нас принципиально не будет гостей Не потому что кто-то сказался больным, не захотел к нам прийти, не пришел Нет, именно принципиально, потому что мы будем говорить О замечательной певице, которая сейчас в Белоруссии Она приедет на съемки большого съемочного проекта «В джазе только девушки» Которая состоится 28 сентября Но тем не менее про Татьяну Волкову Про Татьяну Волкову тоже сегодня будем хорошо и много говорить И вот с подведением итогов, с рассказом про Татьяну Волкову Будем слушать ее песни У меня будут мои уже, получается, оригинальные женские вопросы ребятам Которые вместе со мной в студии Это мой соведущий Сергей Кугейко и режиссер эфира Аркадий Фрумин Сегодня я даже хочу, чтобы он подал голос и не молчал Давайте все вместе поздороваемся Доброй ночи, всем добрый вечер Прекрасно, ребята На самом деле есть о чем поговорить Есть о чем подумать Есть, может, даже повод вспомнить гостей, которые уже были в течение этого времени у нас в эфире Потому что, действительно, гости и гостьи были очень яркие, очень интересные И вот я считаю, что вот такой хороший итог лета вполне может быть Ну что же, вот первое, наверное, что хотелось бы спросить Так как программа называется «Джазь только девушки» Вот ваше ощущение, что действительно ли женское творчество Насколько кто знает женское творчество? Понятно, что кто-то ярче знает, кто-то, может, меньше, кто-то там не разделяет Мужчина и женщина Вот насколько оно отличается от мужского, на ваш взгляд? Интересный вопрос Не задумывался, если честно, даже никогда Ну, наверное, как это может быть более романтическое там Или что-то в таком ключе Есть же женщины, которые, знаешь, такие, ух Вот-вот, я только хотел сказать Фаина Раневская, что ли? Что-то вроде этого, да И у певиц тоже бывает такой вот характер, да Вот, кстати, даже мы можем вспомнить прекрасную Афину, которая была у нас в гостях Уже это была вторая программа, да Ну, яркий был эфир, яркий, в хорошем смысле этого слова Она очень женственная, она очень красивая, очень яркая Ну, и действительно, она же сама про это и говорит Что у меня, говорит, стержень, как характер А как это, как раз, как сказала, как отрезала Там как-то вот и романтика сочетается Видимо, южная женщина И вот такая даже вот какая-то крепость Вот, Лариса Лусса, наша прекрасная, тоже рассказывала Вот, я говорю, подведение итогов Поэтому так и будем всех по-хорошему вспоминать Кто у нас уже был Как она вот и мягкая, и женственная, и вот творческая А приходилось вот тоже мюзикл тянуть Говорят, ну, а кто, если не я? Я и тоже поняла, что думаю А кто, если не она? Ну, вот так вот, наверное, в таких рассуждениях, размышлениях Пройдет этот музыкальный час Звоните нам, 3-2-5-104-4 Присоединяйся к нашему разговору Говорим о женском, о мужском, о вечном О любви, о счастье, о дружбе, обо всем поговорим Пообщаемся в этом часе И вот про Татьяну Волкову напомню, что это действительно Участница съемочного проекта Студии ночной такси Пятой программы Джайз только девушки Она приедет к нам 28 сентября Потом вот все, кто будут смотреть на ютубе Эти съемки, ее там увидят И надо сказать, что Татьяны рано появились музыкальные способности Она была отдана в музыкальную школу Очень, как бы, рано И закончила по классу баяна ее И гитары Вот два музыкальных инструмента у человека Не очень таких женских, на мой взгляд Не очень женских, кстати, да, да, да Нет, я тоже в свое время Как-то Что я все о ком-то Давайте это как-то обо мне Обо мне, обо мне Кларнета, скрипка Ну, еще общий курс фортепиано был Даже звучит божественно Подумайте Это вот как-то была безумная нагрузка Я просто знаю, что такое два инструмента Потому что фортепиано, наверняка, тоже у Татьяны было в дополнении Вот потом, конечно, надо с ней обязательно встретиться в прямом эфире Давайте сейчас послушаем одну из песен Нашей сегодняшней заочной гости Вот так получается, действительно, как заочное образование бывает У нас вот эфир посвящен человеку, который не здесь, не в Петербурге Ну, Татьяна, мы очень любим ваше творчество И вот готовы его слушать, изучать, наслаждаться и дарить его всем В джазе только Походя и властно, улыкнул навеки мое бабье счастье Улыкнул и больно, надо мной смеялся Пел, как ты с другою, нынче целовался Но я не верю, я ему не верю Не нужны мне больше новые потери Не нужны мне слезы, гореча ожиданья Не нужны разлуки, не нужны страдания Падают, падают, падают белые хлопья На сердце падают мне и на душу мою Я подставляю ладони под белые хлопья И несмотря ни на что его очень люблю Падают, падают, падают белые хлопья Брусь из военника, что никому не отдам Нет, я не плачу, то падают белые хлопья И на ресницах растают, стекут по щекам Я взмахну снежинки, улыбнусь умело Не скажу подружкам им, какое дело Сделаю прическу, отмаскнусь от сплетней Стану вновь веселой и двадцатилетней А мороз и ветер разукрасит щеки Кто теперь, скажите, будет одинокий Кто теперь любимый, кто теперь прекрасный Кто теперь счастливый, ну а кто несчастный Падают, падают, падают белые хлопья На сердце падают мне и на душу мою Я подставляю ладони под белые хлопья И не плачу, то никому не отдам Нет, я не плачу, то падают белые хлопья И на ресницах растают, стекут по щекам Падают, падают, падают белые хлопья На сердце падают мне и на душу мою Я подставляю ладони под белые хлопья И не смотря ни на что его очень люблю Падают, падают, падают белые хлопья В грусти своей ни за что никому не отдам Нет, я не плачу, то падают белые хлопья И на ресницах растают, стекут по щекам Нет, я не плачу, то падают белые хлопья И на ресницах растают, стекут по щекам И на ресницах растают, стекут по щекам Некоторые любят погорячее. Ну что же, продолжается наша программа «Джази только девушки». Подводим итоги лета, подводим итоги того, что уже было в нашем эфире, и, разумеется, даже, может быть, про планы какие-нибудь творческие поговорим. И еще этот эфир посвящаем певице из Беларуси, Татьяне Волковой. Татьяна, потом увидите запись, и я надеюсь, что еще появитесь здесь, в прямом эфире живьем. Ну а пока вот так вас будем представлять и про вас рассказывать. Вот. И еще она скажет, что Татьяна является участником разных музыкальных мероприятий, и после окончания школы она поступила на юридический факультет Белорусского государственного университета. Опять же, по себе могу сказать, что вот образование классическое, юридическое, да, вот, и вроде бы вот желание вот петь, да, как это так вот сочетается. У нас же очень многие не обязательно имеют музыкальное образование из тех вот знаменитых артистов, певцов, которые потом пошли по творческой стезе. Дедушку у меня не имел образование. Серьезно? Да, он не знал, но, по-моему, если мне не изменяет память. Но на гитаре, если опять же мне не изменяет память, вот, играл на гитаре сам, и пел тоже, у него как раз само все. Вот. Это удивительно, потому что знающие знают, но просто еще раз уточню, что Аркадий, он внук Аркадия Северного. Да-да-да, вот наша легенда русского шансона, ну, ну, прости, вдруг кто-нибудь это не знает, потом точно не важно. Нет, даже если я сказал что-то не так, чтобы меня потом не унижали, он умер за 17 лет до моего рождения, поэтому я не сильно в курсе событий. Да нет, ну, здесь же ты по своим ощущениям идешь, по своим воспоминаниям. Интересно, что вот прорывается же у людей вот так творчество, да, внезапно, то есть они вроде даже иногда, очень-очень многие известные люди в интервью сознавали, что я, говорит, и не думала, вернее, я думала, но у меня родня там говорила, нет-нет-нет, нужно какое-то базовое экономическое образование, там, пускай юридическое, еще какое-нибудь, а тянет когда в творчество. Артист не профессия? Артист не профессия, да. Особенно, кстати, вот у мужчин это вот тема, опять же, если вот говоришь, что вот еще решили говорить о мужском и женском, очень многие действительно жаловались, даже, ну, не жаловались, а вот что в семье прямо вот нажимали, что ну как же так вот, как мальчик пойдет, типа, в творческую историю. Нет, мужская профессия должна быть какой-то основательной. Не отдадим его в хореографию, там плохому научат. Вот, вот, вот. К слову о мужчинах, которые подаются в творчество, так сказать, у меня, между прочим, много знакомых им музыкантов, ну, именно мальчиков, и которые хотят именно идти на актеров, я, правда, на них смотрю так косо немножко, ребят, вы простите. Сейчас Аркадий скажет фракт. Я вас уважаю. Вот, ну, как бы, вот я понимаю, что они нормальные люди, да, и куда бы они ни ходили, с кем бы они ни общались, они остаются нормальными людьми. Ну да, естественно. Ну, при этом у них как бы жилка такая актерская. Да. И ничего с этим не поделаешь, это все мамы и папы, которые нас сейчас слушают, в этом нет ничего постыдного. Почему это даже потом может и в бизнесе пригодится, очень же многие артисты сбиваются какого-то имени, и на своем имени уже делают и рестораны, и там какие-то еще проекты, уже такие деловые. Вот, опять же, там, если вспоминать яркую девушку, поскольку все-таки программа в жазе только девушки, наверное, от женской темы так далеко уходить нельзя. Анна Самохина, она же молодец, она же умница, она помимо того, что яркая женщина и актриса, она вот еще пыталась делать свой ресторан, и даже говорят, что там не получалось это как-то, а Финна с ней дружила. И там тоже много про нее рассказывала. Вот, но возвращаемся еще к нашей героине, которая у нас сегодня все равно присутствует, несмотря на то, что физически ее нет. Душой с нами. проводимого в Университете Дружбы Народов имени Лу-Мумбы Москве. — Кого? — Имени Лу-Мумбы Москве. — Кого? — Ну вот, тем не менее. Опять же, политическая песня, да, даже вот Сережа Вальцинка вопросов. — Политрук? — Да-да-да. — Политическая песня? — Я почему-то Шнура вспоминаю. — Это же ответственность какая-то! Ты хочешь спеть песни, да, Сергея Шнурова, прямо сейчас? — Нет-нет, я просто понимаю, что он тоже любит сказать, запикаем вовремя, главное, подаваясь сигналы, да. Это же какая-то такая, наверное, ответственность, по всей видимости, вот, ну, какое-то состояние особенное, да, потому что тоже важно и нужно уметь открывать себя и, может быть, не бояться быть собой, потому что на самом деле это всегда страшно, так, когда хочется делать что-то, что делать хочется, думаешь, а как посмотрят, а как поймут, а поймут ли, а вот когда вот так уверенно идешь, нужность, ты звезёй и не боишься, всё равно что-то получается и одно, и другое. Ну что же, 3, 2, 5, 104, 4, присоединяйтесь к нашей компании «Тёплые весьма», вместе с вами Лена Ларина, Сергей Кульгейко и Аркадий Фрумин, говорим о разном, говорим о вечном, о том, о чём, наверное, невозможно не подумать, когда вот, ну, всё равно находишься в состоянии вот такой эйфории, полёта на радиоволнах, поэтому будем рады вашему обществу, это программа «Джази, только девушки», и мы сегодня слушаем песни замечательной исполнительницы Татьяны Волковой. Живём она, прежде всего, до 28 сентября, сайт «Джази, только девушки». В джазе только девушки. Ты пойми меня, тихо-тихо позовём, Я приду туда, где ты, где туман, где клён, где ждёшь И опять мы до зари про любовь проговорим Позади меня туда, позови Позади меня туда, позови Там, где были мы, там давно нас нет До сих пор ищу я любви той свет Но песня молодость дарит встречу нам Там, где клён, шуты Мы влюбляемся Из каждого окна, из каждого двора Доносились до меня те слова любви и слова Старой любовь прошла, опустел наш старый клён Эту песню ты мне пел, был влюблён Эту песню ты мне пел, был влюблён Там, где были мы, там давно нас нет До сих пор ищу я любви той свет Но песня молодость не кончается Там, где клён шумит Продолжается Через много лет судьба подарила встречу нам Ты один, был я одна, дождь перрон, ночной вокзал Всё, что ты сказать хотел, я читала по губам Ты позвал меня туда, ты позвал Ты позвал меня туда, ты позвал Там, где были мы, там давно нас нет До сих пор ищу я любви той свет Но песня молодость не кончается Там, где клён шумит Продолжается Там, где клён шумит Там давно нас нет До сих пор ищу я любви той свет Но песня молодость не кончается Там, где клён шумит 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 Некоторые любят погорячее. А в «Джазе» только, девушки, это программа, которая вот в этот вечерний час с 23 часов до полуночи идёт в каждую среду на волне радио «Шансон Петербург» 104.4 FM и вот с вами Елена Ларина, мы с вами ведущей Сергея Кульгейко и режиссёра эфира Аркадия Фрунбина, которая сегодня тоже с нами участвует в обсуждении, в подведении итогов летних. Собственно говоря, говорим о певице Татьяне Волковой. Вот это, кстати, вот мысль, то, что всё-таки опять же юрист, я знаю, что она адвокатскую деятельность и сейчас не бросает, Татьяна Волкова. И вот эта вечная тема физики и лирики, вот всё-таки насколько она искусственно была разделена, как вам кажется, ребята? Серёж? Я за сочетание, действительно, потому что мне кажется, что одно другому не мешает, но некоторые вот считают, что техника отдельно, да-да-да. Либо наоборот. Внимание. Либо наоборот. На самом деле, просто в наше время музыки не всегда заработаешь на жизни, поэтому тут нужно такое образование, которое всегда тебя прокормит. Ну да. Понимаешь? И деваться некуда просто. Хочешь, не хочешь, а учиться будешь. Когда творчество творчеством, да, но кушать хочется всегда. Где-то в этом точно что-то есть. Ну а потом, может быть, даже если нравится и заниматься и темы другим, я просто искренне люблю совмещать какие-то, даже, может быть, порой несовместимые вещи, было бы сила и желание. Курица с джемом. Слушай, нет, знаешь, гречневая каша, в общем, такая сваренная, как гарнир, если уж про вкусы говорить, но со сгущенным молоком. Вот это с детства. По-моему, это вкусно. Это очень вкусно. Сгущенки должно быть свежее и очень много, чтобы она чуть ли не плавала. Все слушатели захотели кушать. А ночью кушать нельзя. Кулинарные секреты от Лены Лариной. Да, Аркадий знает. Он спортом занимается, он, да, бегает. Это я тоже, блядь, знаю. Ну, как можешь, так и бегаешь. До холодильника и обратно бегаешь. Вот это было жестко. Я тебе скажу, что это жестко. Это спринтерский забег. Видимо, я угадал. Не-не-не, я ночью не кушаю. Ну, молодец. Я так подкармливаюсь, знаешь, чуть-чуть. А у меня бывает такое, да, что чуть ли не как в зомбическом состоянии, но какой-то фрукт, допустим, в этот момент нам попался. Точно. И вот тогда вот сниму. Очнулась утром у холодильника. Да-да-да. Это женский анекдот. Скатер завёрнутый, знаешь, типа холодно. Про диету. Женский анекдот нам что-то. Очнулась, когда запивала шоколадку борщом. То есть не ела, не ела, не ела, но потом запивала шоколадку борщом. Ну, это уже так называется. Вот. Ещё вот когда слушая Татьяну Волкову вот так вот про молодость, вот эта песня меня немножко так тоже зацепила, подумала ещё про то, что вот время иногда вот кажется, что очень быстро бежит. Вот что-то было буквально совсем недавно, а что-то уже раз, и какой-то большой период жизни прошёл. Вот у вас как с чувством времени? Мне кажется, время со временем ускоряется. Вот. Скажи, в детстве это же какой-то целый день, это была какая-то бесконечная жизнь. Да. Ну, как думали это, это была маленькая жизнь. Ну да, но это-то, это была уже большая жизнь. На самом деле, это мы даже есть научные объяснения, я вам скажу. Поделись. Ну, я подробно не смогу, я просто знаю, что что-то где-то в мозгу отмирает со временем, и поэтому кажется, что время со временем бежит быстрее. Ну, это что-то там с восприятием связано, я не знаю. Вот именно с восприятием, потому что помню детские ощущения, вот живьём, как говорится. Вот есть, наверное, способ тоже так замедлить время, это какие-то, наверное, много ярких впечатлений, может быть, отпуск, какая-то интересная поездка, или много интересных событий. Или в один день, да, когда там какое-то бесконечное. Когда кажется, да, что прошло несколько дней. Я так просто прикинул. Насыщенный лет, всё дело. То есть, может быть, просто проблема в том, что меньше удивляться с возрастом, начиная меньше нас всего трогает. Хорошая теория. Вот, да, там, как все жалость, что вот задний день, а одно и то же. Ну, многие, не все, конечно, жизнь у каждого своя. Так душно, да. Когда каждый день-день сурка действительно полетит. Сверхнуться можно. Надо как-то с этим что-то делать. Вот так что-то меняешь в своей жизни. Хотя даже вот при моём графике, когда я знаю, что могу многими событиями жизни наполнить, но тоже иногда возникает ощущение, редко, но возникает. Ну, вот какая-то знаковая клея пошла. Надо как-то из этого выбираться. Ну, 3-2-5-10-4-4. Говорите с нами о всём хорошем, что у вас происходит в вашей жизни, я не знаю, мужчина вы или женщина. Но, тем не менее, вот в этой программе «В джазе только девушки» мы сегодня так вот легко, непролуждённо общаемся. И я вот в обществе замечательных мужчин. Это не только женская программа, как она, собственно говоря, у нас всегда и была. Кстати, очень удачный был эфир, сейчас вспомнила, когда Александр Марсенкевич привёл своих дочерей. Недавно вспоминал, буквально минут 10 назад. Серьёзно? Как эта мысль сходится, что называется? Угениев, угениев. Да-да-да-да. Не то, гениев. Так вот, действительно, иногда семья дал замечательную поддержку тоже в творчестве оказывает, потому что замечательные у него Кристина и Ангелина. И очень многие меня тоже стали спрашивать, а как у них, говорят, судьба дует и складывается, продвигаются. Вот не общались давно с ребятами, с папой. Надо позвать, да, и с дочерями. Надо позвать дочек. попозже был, а дочки были чуть-чуть да, чтобы дочек было больше вот это уже про творческие планы программы в джазе, только девушки как говорится, на дальнейшее, на грядущие про творческие планы Аркадия? а я-то здесь причём я сижу, круто да-да-да а мягко как-то режиссёрской рукой направил в нужную сторону эфиры да нет, у нас же вообще душевная атмосфера и дружеские такие взаимопонимание дружеское и даже, может быть, дружеские принятия решений так, какая песня Татьяны Волковой дальше у нас будет в эфире? «Моя звезда» давайте послушаем, потом вернёмся в студию ну и, соответственно, продолжим наше общение не стесняйтесь, присоединяйтесь у нас хорошо, у нас душевно у нас тепло в джазе только девушки уеду я, оставлю всё уже не жду я твой ответ на скором-скором поезде уеду навсегда а ты не позовёшь меня рукою не махнёшь мне след и светит, светит мне в пути моя, моя звезда и светит, светит мне в пути моя звезда и никогда не слюбиться и ничего не сбудется и на игру не стой не жди расходишься, уйди и не ищи меня в толпе и не ходи по улицам меня уж нету я ушла не жди меня не жди меня уж нету я ушла не жди меня не жди а помнишь, я была с тобой покорная твоим глазам подвластно я твоим рукам дал добровольный плен мою любовь, моё тепло ты раздавил, ты растерял я ничего и никогда не попрошу взамен но ничего и никогда не попрошу взамен ты никогда не слюбиться и ничего не сбудется и на игру не стой не жди расходишься, уйди и не ищи меня в толпе и не ходи по улицам меня уж нету я ушла не жди меня не жди меня уж нету я ушла не жди меня не жди уеду я оставлю все уже не жду я твой ответ на скором-скором поезде уеду навсегда я уеду навсегда а ты не позовешь меня и ничего не сбудется и на игру не стой не жди 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 меня не жди не жди не жди ну у нас это одна из отбивок программа жазь только девушки так что вот так не удивляйтесь что где-то так с нее сейчас регулярно начинаю ну потому что действительно эфир программы такой синегоречий по крайней мере очень теплый очень душевный итак напоминаю для только что подключившихся что сегодня мы подводим итоги летом мы говорим о творчестве замечательной белорусской певицы Татьяны Волковой которая не смогла к нам приехать но вот сегодня эфир действительно от души посвящен ей хотя так вот с ребятами тут и шутим и всякое разное вспоминаем и гостей наших даже вот какие-то выдержки уже стали вспоминать уже планы строить стали кого пригласить вернемся немножко к Татьяне Волковой ну по крайней мере к той информации которая у меня про нее есть в 2013 году выпущен первый альбом песен Татьяны под названием немного о жизни действительно вот она стараясь работать в разных жанрах и тематика песен они вот все разные они охватывают все сферы вот насколько это можно человеческие жизни в хорошем смысле этого слова я знаю что тут уже около ста песен у этой певицы вот хотя вот первые она действительно еще в студенческие годы начинала писать вот так вот о сферах человеческой жизни опять же если задумаешься сколько там всего много сколько у нас перепадов бывает настроение вот про состояние если говорить я вот точно знаю вот на себе проверено если я на себя настроена если вот я как-то привела себя внутри в какое-то душевное гармоничное состояние равновесие а то еще и там полет души какой-то включился вот получается все каким-то волшебным образом все как надо если меня вносят в депрессию я понимаю что я вот не то что опасно но вот думаю не звони никому не сделай ничего только хуже будет но в другой стране депрессия бывает как-то затягивается думаешь все равно что-то надо без людей из нее не выйти да 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 нет по крайней мере даже без дела иногда не выйти есть такое название которое нересурсное состояние да вот что-то вроде этого совершенно нересурсное но иногда вот да вот внешние какие-то внешние действия помогают выбросы так скажем из какого-то негатива а что тебе помогает а вот как тебе сказать воля воля к победе истерия ну да все плохо 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 но и но и но и сама с собой что по-прежнему ни на кого стараться этим не грузить потом думаю ну вот я же не могу сейчас у меня там все равно ничего не получится я ничего не сделаю но делать-то надо событие-то висит там особенно если там как-то к этому имеешь отношение готовишь его что-то делаешь и тогда у меня есть такая игрушка сама с собой ну ладно типа пану еще минут 10 все равно звонить надо будешь звонить и собственно уже как-то на позитиве на позитиве я тоже в такую игрушку с собой играю страшно страшно звонить там важному человеку хотя ну кажется да ну откажет там откажет там не получится там с ним что-то сделать не получится там в какой-то проект его позвать или что-то еще но страшно все равно все боимся отказа и так ну ладно еще побоишься 5 минут потом уже просто поздно будет звонить уже неприлично уже там 7 часов вечера вот сейчас 5 минут боишься, и звонишь, как в холодную воду, так раз, так в голову, или спрашиваю, ты не прыгала, но, наверное, какие-то похожие ощущения. Ты любишь? Ну, я тоже люблю, я знаю, это увлечение купаниями. Это другое. Увлечение купания, это, видимо, тоже вот все мы родом, что называются из детства, и для меня вот момент моего заплыва в залив Кронштадтский, это было то, что вот лето. А когда лето заканчивалось, естественно, ребенка купаться не пускали, и лето заканчивалось. Поэтому сейчас я как-то... То есть неважно, что это май. Или сентябрь даже, скорее. Или сентябрь. В мае, кстати, еще такая идет раскачка на грядущую. Мне кажется, ну, даже если теплый май, лишний раз там, ну, чего уж много всего впереди. А в августе-сентябре уже, понимаешь, нифига не впереди, уже там скоро совсем осень, октябрь и так далее. А там я уже не морж, чтобы там уже залезать под лед. Ну, не знаю, в этом году некоторые декабрьские дни были теплее, чем некоторые июльские. Плюсую. Я вообще искупался только в конце августа. Я этим летом так и не искупался. Да ладно, я один раз искупался. Я в мае один раз искупался. Это с Сережей раньше, да. А я тоже поздно для себя открыла купальный сезон. Это, сейчас скажу, середина июня для меня это поздно. То есть я тоже обычно стараюсь так в мае залезть, там хотя бы какие-то символические грибки сделать по воде. Ну, вот так вот, да, вот как-то. Я окунулась, я все-таки это сделала. Лежа на животе в Финском заливе? Ой, это Финский залив у нас разный. В Зеленогорске там достаточно можно сразу зайти глубоко. В Кронштадте тоже. А вот у Сестрориста, конечно, да. А то тут тоже как-то середина июля. Июня, но потом зато я весь июль всем доказывала. Ну, что, не знаю, у меня лето. Я на Петропавловку окунаться. А потом как-то лето разыгралось. Думаю, притянула. Кинула тулуп и нырнула. Ну, кофта. Что ж, сразу тулуп. Кстати, про преодоление себя хотелось бы у вас узнать, как у вас это получается. Когда вот надо себя заставить что-то сделать, но, допустим, не хочется. Заставить не хочется. Ну, это очень сложный вопрос. Как бы, смотря в чем. Понимаешь? Вот если я не хочу на работу. Так. Понимаешь? Ну, не надо ехать. Ну, видите, я же сижу, ничего, норм. Ну, приехал, даже позитивный. Есть какие-то моменты, которые, как работа, не знаю, там, тренировки, еще что-то надо и надо. Да, тренировки сложнее, тренировки сложнее. Не знаю, есть когда вроде как понимаешь, что никто тебе не скажет а-та-та, если не пойдешь. И тогда тяжелее, конечно. Ну, да, это можно отложить на потом, а потом еще на потом, а потом вообще. Это синдром завтрашнего дня или что-то такое. Или начну с понедельника. Ну, в общем, это все из одной темы. Не помню, как она бывает. Ну, по крайней мере, самое, наверное, такое классическое, это Скарлетта Харра, которая «Я подумаю об этом завтра». Вот, кстати, я где-то понимаю характер этой героини, но я никогда не согласна с этой фразой, но хотя тоже бывает, думаю, нет, ну ладно, ну потом, не могу я сейчас, сил даже нет про это, просто думать и как-то решать этот вопрос. А хотя я вот по правильному не считаю, что это правильно, но вот все равно, да, иногда, как говорится, приходится там на потом что-то откладывать. Вот, про человека, который вот так хорошо, вот плавно идет со своим творчеством по жизни, потому что я про Татьяну Волку, который все равно сегодня посвящен наш эфир, вот чтобы мы здесь не говорили, у нее, значит, первый альбом был выпущен в 2013 году под названием «Немного о жизни», а в 2014 уже выпущен второй собственных песен под названием «Все сбудется». И вот это название мне особенно нравится, потому что я считаю, что… «Все будет хорошо». Да-да-да-да-да, вот, друзья, что вы там ни говорили про позитивное мышление, как бы, опять же, над ними смеяться, но не то, что установку, но вот как век задаешь себе, и получается же, может быть, не сразу, может, спустя какое-то время, может, спустя долгое время, ну, тут что-то приходит и потом удивляешься. Это как физику учить, ты вроде хочешь, вроде бы настроился, а не учится. Я просто попытался. Про физиков и лириков. Можно взять ещё электронику, с ней то же самое. Ну, слушай, я вот помню, что как-то физику, даже не физику, я астрономию в детстве пыталась изучать в достаточно раннем возрасте, как-то меня, если честно, меня даже больше астрологией заинтересовала, ребёнка тогда ещё, вот когда про астрологию понятия не имели, но в Дюмаце там всё было написано, что у меня там астролог, думаю, ну, как интересно, астрология. Астрологии у нас нет, стал изучать планеты, движение планеты, вот лет в десять, реально, как-то брала её с собой, ну, как это, дезектив мелкий, пыталась читать. Это очень интересно. Всем, кстати, советую. Я просто тоже увлекаюсь всяким астрономическим. Телескоп есть? Нет. Представляешь, нет. Даже приложения на айфоне нет, чтобы осмотреть наши созвездия. Видеотему нет? Да, конечно. Такие приложения есть. Да, ты вообще берёшь телефон, вот так вот его направляешь ночью, но только надо, чтобы, по-моему, ясно было, я не углублялся, и он тебе показывает созвездие, и ты такой смотришь, ничего себе! Ну вот при всей любви к своей, к астрономии, я говорю, планеты всё-таки я выучила, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Питер, Сатур, Уран, не потому, Плутон, Плутон сейчас изгнали из количества. По-моему, годы шестовались. Да, 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 типа они не планеты. А все видели фотографии Плутона новые, нет? Нет. До него же недавно долетел этот. Долетел там, да? Да, такая планета с сердечком. Ух ты. Ты видел? Нет. Да ладно, везде же эти шутки, нельзя говорить, что... Ну, понятно. А-а-а, это анекдот, не вспомнился над тема того, о чём сказал Аркадий, да, то, что нельзя говорить. Так, расскажу. Мужчина приходит в магазин и говорит девушке, девушка, дайте мне, пожалуйста, ту большую красную плюшевую, ну, вот то, что вот-вот-вот-вот такое. Она говорит, молодой человек, что вы такое говорите, это же сердце. Девушка, я кардиолог с 20-летним стажем, я знаю, как выглядит сердце. Вот то, что здесь, это красная плюшевая, ну, то, что нельзя говорить, не говоря. Так что, вот он какой Плутон, какой затейник. Так нет, я к чему про Плутон-то и все прочее, что я до этого планета перечислила на память. Я, кроме большой медведицы, на небе там найти ничего не могу. Скачай приложение. Вот, малая научилась там по... Куков, по-моему, это наоборот, малая медведица, небольшая. Большая. Она же там как-то, вот этот хвост у неё, да? Нет, кстати, даже с тобой спорить не буду, может быть, ты прав, мне даже интересно стало. Я сейчас загуглю. Мы сейчас все загуглим, чем занимаемся, пока идут песни. А вот послушаем одну из песен Татьяны Волковой. Слушай, нужно поговорить, поэтому сейчас мы послушаем песню. Да, послушаем песню, чтобы не лезло в эфир. Вот, а, кстати, до этого песню Татьяны Волковой моя звезда называлась, видишь, как в тему всё-таки у нас возрослась. А сейчас какая песня будет? Сейчас у нас будет песня «Нежданная любовь». Давайте. Слушаем, гуглим про медведесу и возвращаемся дальше о звёздах, о жизни, о любви, о мире и обо всём, обо всём, обо всём. Такая программа «Джазе только девушки». В «Джазе только девушки». Казалось, мне не полюблю я больше никогда. Казалось, одиночеством Я выпита до дна. Не веселит меня давно Затейник-листопад, Всё золотом листы ушло И не вернёшь назад, И не вернёшь назад. Но слышу нежное дыханье, Но слышу крылья в телеплетанье, Крылья в телеплетнице запомнила она. Нежданная, Нежданная, Нежданная любовь. Моя нежданная, Нежданная, Нежданная любовь. Моя нежданная, На свете не было Прекрасней ничего, Чем ты моя, Нечаянная радость. И нету слов, Чтобы сказать, Что в сердце у меня За все мои мучения В награду, В награду. Но слышу нежное дыханье, Но слышу крылья в телепетанье, Жизнь запомнила она. Нежданная, 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 Нежданная любовь моя. Нежданная, 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 Нежданная любовь моя. Нежданная любовь моя. Далеко ты где-то там, тебя мне не обнять Обрывки фраз, осколки слов не остается ждать Я не одна, со мной она нежданная любовь Звучит мелодий ей во мне, без нот, без лишних слов Без нот, без лишних слов Милый, слышишь нежное дыхание Милый, слышишь крылья в трепетанье Жизнь всю заполнена Нежданная, нежданная, нежданная любовь Моя нежданная, нежданная, нежданная любовь Моя нежданная, нежданная, нежданная любовь Моя нежданная, нежданная любовь Нежданная любовь Моя нежданная, нежданная любовь Моя В джазе только девушки Это программа «В джазе только девушки» на радио Шансон 104.4 FM Сегодня она выходит в таком очень странном, необычном формате Очень хотелось поговорить о творчестве замечательной певицы из Беларуси Татьяны Волковой Её песни мы слушали, ещё будем слушать И вот только приедет на съёмки большого проекта В джазе только девушки 28 сентября Лишний раз это прорекламирую, это обговорю Вот мы так вот сегодня заочно, что называется, говорим о её творчестве Но, тем не менее, всё равно что-то узнаём, что-то новое И как-то вас с ним знакомим Кстати, вот песня, которая прозвучала «Нежданная любовь» Она, видимо, из того альбома, который готовится к выпуску Это третий альбом будет С таким как раз-таки романтическим названием «Нежданная любовь» Вообще, вот Татьяна, насколько я знаю, очень деятельный человек И постоянно участвует в концертах, в фестивалях Ещё вот адвокатскую деятельность не бросает А мы, тем не менее, о всяких увлечениях О разных граних жизни О мужском и женском Находим какие-то общие языки с ребятами У меня, да-да-да, Аркадий Фромин и Сергей Кульгейко Вместе общаемся Выяснили про большую и малую медведицу Что всё-таки ковш, вот тот, который совсем яркий, большой Это большая медведица, я была права А вот полярная звезда, она как раз-таки в малой медведице И поэтому, чтобы её найти, ну, в общем, такие базовые, астрологические В принципе, а ребят, ещё программки всякие интересные Да, там всякие созвездия находятся Потому что я осознала, что кроме той самой большой медведицы Ничего найти не могла Она в Индии меня поразила Она же там какая-то перевёрнутая Какая-то вот такая кривая Думаю, опаньки, надо же как медведь странно выглядеть Ты знаешь, и не сфотографируешь, обидно Ты попробуй иди сфотографировать звёзды А, не-не-не, да, даже не приблизишь Даже если приблизишь, ну, ничего невозможно Я такой возьму, что, о, сейчас фотка Она такая в телефоне Вот такая в телефоне, маленькая-маленькая, точно-точно Было же такое полнолуние Причём не вот это, которое было в конце августа А я ещё в конце июля застала, как раз-таки иду с любимой работы Отсюда В субботу работала необычным образом Говорю, луна Вот думаю, да, я её увеличивать Ну, как могла увеличить, но всё равно такая Маленькая, да, такая красивая Тут на Пискарёвском так всё практически озаряло Ещё ранее достаточно вечера была Она такая уж такая здоровая была Вот Про фотографию хотелось бы поговорить, раз уж такое дело Фотографировать, я знаю, вы любите А у Серёжки фотки очень красивые Когда вот Как будто Ты видишь вид, и видно, что вот как-то Как вот душа вот вложена Я сейчас хвастаться начну, слышишь? Давай, ты хвастаешь Я тебя просто меньше фоток видел У тебя тоже очень яркие, интересные такие даже трэшовые У меня же два инстаграма Я видел в инстаграме, да У меня два инстаграма Это ты не на то подписана просто А, ты второй скрываешь Нет, я на второй тоже подписана Наоборот, ты меня отмечаешь везде На 9,90,30 публикаций А у меня же есть другой, где их почти 900 Боже мой, как я ошиблась Он что-то явно от нас скрывает Там только отборные фотографии На самом деле, да Там закрытый профиль Поэтому так просто Могу Не, не буду говорить Заинтриговал Ищите Аркадия Фрумин В инстаграме И вот он ничего вам не скажет Как его там найти Фоток там куча Да, ну молодцы Нет, потому что я только недавно Помню, открыла для себя Это удивительное Как это Состояние Да, да, да Сфотканись с телефона Ну как недавно 13-й год был Вот жила себе спокойно Телефон у меня был для того, чтобы звонить И желательно красивый Ну, чтобы он мне нравился Про этот дизайн не будем Но вот там другие Я обычно подбирала себе Именно так, что Как девочка-девочка Гляжу, ой, что-то такое серебристое Такое симпатичное Я говорю, вот дайте Ой, там функции такие Я говорю, дайте Не важно Мне уже нравится Поэтому дайте И не только как бы Как телефоном Как человек ему пользовался Пока мне не показали Такую программу, как чекин Тут Астапа понесло Я стала отмечаться И более того Я стала не просто так Давно там Не чекинилась Я же стала с фотографиями Думаю, ну люди же должны Видеть, как это Где я нахожусь И что я делаю Потом как-то так Поуспокоилась В Инстаграм больше Принеслась А тебя я отмечаю Да, когда вот у нас Звезда в студии Думаю, надо же Все там со звездой Звездой Они тоже в Инстаграме есть Они у меня есть Думаю, вот надо всех отметить И видимо А ты сам, кстати, по-моему Какую-то отметку не ту снял Я решила, что тебя надо отмечать так А не этак Теперь буду отмечать тебя иначе Вот Отмечай на Модханду Вот Поняла как Все Мы с Аркадием Пыльно Про фотографию Расскажите мне Вот такой Непосредственный Как Правильно Проникаться Горизонт Выстраивать Я уже как-то вроде Это умею Это все фигня На самом деле Ты видишь, что фотографируешь Потом уже там Редактируешь А, нет, 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 я ничего не редактирую Я сразу Фотографирую Вот Это же Редактирую Только под печать Вот вы просто Нет, нет Сережка Кадры удивительно видите Я нет Я могу Как бы, знаешь Часть ноги Зафотографировать Очередине Быть довольной Как-то собой Без обработки Если бы я много думал Я бы Как-то Усложнял бы, да То есть надо просто Как-то настраиваться И ловить момент Вот Наверное Как говорит Аркадий То есть как видишь Так и фотографируешь Ну да Потому что Все-таки Вот такие Тонкости Наверное Мастерства Они все равно Даются Может быть Вдохновением Наитим Там опытом Возможно А вот Когда-то специально Вот есть желание Что-то сделать Красиво Или Даже не про фотографии Сейчас А вот может Про что-то еще И вот Правильно Согласна с тобой Иногда думать вредно Хотя думать вроде Хорошо и правильно Глупость тоже Как бы она Не приветствует Я наверное даже могу сказать Что когда я что-то вижу красивое Наоборот Мне хочется фотографировать Потому что Когда ты снимаешь Ты как-то это по-другому Воспринимаешь И даже потом Это вспомнить не можешь Надо же Это Как я помню Концерт снимал Потом я начинаю спрашивать А я понимаю Что я даже не могу Ничего писать Потому что Вот Ушел туда И как бы Потерял ощущение Ну ты как знаешь Когда хочешь сделать Красивое фото И оно никогда Не получится Красивое Случайная фотка Ничего себе Я просто гений Фотографии И в итоге Так оно все и получается Ну да Ну да И так светит Вот мы Получается Этой компанией За вдохновение Как-то Алгебра Гармония Поверить нельзя Ну хотя Иногда Конечно Все равно Какие-то Разумные вещи Там Рэперные точки Да Я сама За вдохновение За ниправизацию За то Чтобы все Шло как идет Чтобы все было легко Все равно Какое-то Состояние сознания Оно бывает Необходимо Про Наверное Вот как-то Знание Еще хотелось бы Поговорить Опять же Возвращаясь К тому Что красные нити У нас проходит Через наш Такой Может быть Сумбурный эфир Но тем не менее Очень душевное Творчество Татьяны Волковой Вот я так понимаю Что все равно Человеку даже По ощущениям По песням То что я услышала Ну где-то вот Ведет какую-то Свою нить Вот какой-то Свой стержень Какое-то вот Свои знания Которые вот у нее Накладываются В то что она делает Трудно же иногда Вот то что знаешь То что действительно Хочешь народу Где-то может быть Подарить Вот вытащить из себя Вот это получается Тоже хотелось бы У вас спросить У вас Мне кажется Иногда просто Ты может быть Что-то видишь Или чувствуешь Но не знаешь Как это вот Донести до остальных То есть не хватает Какого-то не знаю Мастерства Или чего-то Даже может быть И не мастерства Как ты это внутри Ощущаешь себя Я вам скажу вещь Что Ну Я не буду хвастаться Но я немного Пишу музыку То есть да Молодец И я никогда Не пишу музыку Просто так То есть Когда мне хочется Что-то сказать Даже пусть у меня Не получится Сделать То что я имел ввиду То есть Всегда-всегда На эмоциях То есть вот мы говорили Сегодня о том Что Наоборот Нет Нет Ты правильно Всего Я к тому Что все Все получается Только на эмоциях Да Никак иначе Не подготовка До села Сказал Надо А наоборот Тебе так Четки Переживаешь И пошло И пошло И пошло И пошло Да А так вот Когда начинаешь Думаешь Что я сейчас Соберусь И сделаю Что-то А вот оно Не делается Причем Как бы не раз Реально Садился Типа Сейчас я сделаю Бомбу Нет Не складывается Вообще Не выходит Каменный цветок Как уникдот И одном Вот так вот Да Какой-то Момент Вот того Что Вот как-то Вот И все Я еще Тоже Интересно У меня есть Такой не девиз Но Моя по крайней мере Собственная установка Или Какое-то То что Переработалось Со временем Я считаю Что Нет Слова Не могу Есть слово Не хочу Очень часто Говорят наоборот Ну как Там Типа Нет Слова Не хочу Есть слово Не могу Нет Вот если я хочу Я могу Главное Хотеть Главное Вот как-то Главное Только захотеть Мне мама Так все Говорит Она просто считает Что я конченый Лентяй Хочет, что она спит И не слышит Он все-таки хочет Многого Нет, мам Я лентяй Мама Не разочаровывайся Таня Мама и так все знает А вот Леня Кстати Откуда она берется Ведь иногда Она как-то Вот так нападает Каким Вообще Тоже Диким образом Вроде бы Леня Ты как раз Наоборот Не хочу Это бывает Не совсем не хочу Ты вроде как Хочешь Но Вот что-то Недостаточно Хочешь Это называется Может быть Да А может быть Какое-то Знаешь Оправдание Себе То есть Опять же Оправдание Я не говорю Что-то на самом деле Так Ну вот как Говорят иногда Упадок сил То есть Тут наверное Просто разные Хочу есть То есть Вот я как Хочу выучить физику Но я же не хочу Ее выучить Ну да То есть Какой-то мозг Продумал Что-то я Вот Своим существом Анутром хочу И тогда Это получается И сбывается Да Абсолютно точно Вот так Как-то знаешь Иногда Вот каким-то Опять же Таким фантазийным Мистическим Образом Ну вот напоследок Наверное У нас так Вот именно Я хотел как-то Подвести Потому что Нам надо Прощаться А я-то еще Хотела вас Напоследок Поспрашивать Про то Как вот вы Желания там Запускаете Чтобы они там Все сбывались Ну это видимо Как-то еще Отжимно Я желаю всем Всего самого хорошего Все Отличное Пожелание Как-то прекрасный Тос Помнишь Как-то служебный Раунд Прекрасный Тос Прекрасный 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 Ощущение Судя к тому Как быстро Пролетел в эфир Что я видимо Очень сильно Постарел Как-то Мы были просто Динамичные Мы были динамичные Нет Не надо Мы были динамичные Яркие И просто Зажигательные Там тебя не похвалишь Ребята Мы молодцы Да Все Главное Сказал режиссер эфира Значит Так оно есть В эфире Звучали песни Татьяны Волковой С вами были Сергей Кульгейко Аркадий Фрумин И Елена Ларина В программе Жаль только девушки И вот напоследок Какая песня Татьяны Волковой Еще прозвучит Прямо сейчас Ресторанная певица Ресторанная певица Прощаемся с вами До следующей среды Наверное Будем уже Не в таком Всем доброй ночи Спасибо Желаю В формате Было нам хорошо Это правда Надеюсь Что и вам тоже В джазе Только девушки Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин